СПОНСОР ПОКАЗА ХАНЗА Уважаемые наши друзья, вот так вот отгрохали все праздники и конечно я так думаю, что пора бы и нам взяться за свою привычную работу, а вам так сказать пронаблюдать за всеми процессами. Тем более, что гость сегодня нашей программы уникальный. Не знаю о его кулинарных способностях и готовит ли он что-то дома, хотя рассказывают в кулуарах, что когда приходишь к Константину домой, то в принципе стол всегда накрыт и есть о чем поговорить и есть что поесть. Но сегодня будет разговор у нас не только об этом. Народный артист Республики Молдова, чью руку так сказать сжали и Дональд Трамп, и Владимир Владимирович Путин, и много кто еще. Народный артист Константин Москович сегодня. Очень здравствуйте, очень здравствуйте. Приятно, 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 бодрый, не заинтриговал. Как это может сделать? Ну, мы сделаем тот инструмент, который прославил нашу страну благодаря вам, который прославил вас благодаря вам. Вот. Мы будем готовить най. Для этого нам понадобится в принципе стопка блинчиков. Вы можете их сделать собственными руками, но на это у вас уйдет достаточно много времени. Мы сегодня решили сэкономить, потому что, как всегда, у артистов это все вот так вот, это гастроли, это график мы выловили. Нам понадобится, понятное дело, сметана, нам понадобится майонез. Для наполнения у нас будет яйцо, сыр, лук. Это будет два вида блинчиков. Мы сделаем два ная. Я сейчас задам вопрос, возможно, какие... Один басовый, другой... Вот, вот. А какие существуют? Басовый и... Есть басовый. Это значит, естественно, когда малая октава, это такое большое. У меня, да, ну, у меня, допустим, нижняя трубка имеет 80 сантиметров. С таким глубоким звуком. А воздух попадает туда? Не, спадет, все нормально. А, вот оттуда. А, так это у меня для ная, конечно. А я-то думаю, для чего же мой живот может быть полезен. Второй ная, он обычный, трехоктавный, 22 или 24 трубочки, которые, в принципе, играют то же самое в тех же их тональности, но, единственно, звук чуть-чуть повыше. Ну, и для прикола иногда вот маленькие пикколы, я их называю, они такие свистульки такие, свистульчики. Они используются чисто как декоративные, или когда вот делается шоу, и хочешь привлечь массу, раздаешь вот эти все стульчики, и в какой-то момент он говорит, так, а теперь изображаем лес. И все начинают трели. Трели, да, 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 интересно. Так вот, начинка, в принципе, знакомая нашим телезрителям, потому что мы будем отваривать яйца, мы будем натирать сыром, мы будем мелко нарезать лук. Два вида у нас будет наших съедобных наев состоять из отваренного яйца с майонезом и луком, и второй из отваренного яйца с сыром, то есть уже без майонеза, потому что, возможно, будем как бы, ну, следить за здоровым образом жизни. Ну, ты знаешь, вот интрига для меня интрига. Почему? Потому что я видел, вообще-то, най, сделанный из морковки. Где это было? Я видел это в Ютьюбе, правда, еще не пробовал, хотя интересно. Хотя, вот, сама структура най как? Это трубочка, да, обычно берется или бамбук, или толсостенный камыш, или раньше, раньше, раньше делали просто из, это самое, из дерева, которое подается очень легкой обработкой. Сверлом сверли внутрь сквозную дырочку, потом эту дырочку закрывали снизу, сверху делали специально такую выемку для губ, чтобы было очень удобно, и получался звук. Но вот я не вижу морковки. А, ну, это на морковке, я так думаю, конечно, просто возможно даже извлекать эти звуки. Нет, вот именно что извлекал человек, который сделал это в Ютьюбе, я смотрел, значит, он брал сверло, сверлил аккуратно морковочку, подрезал там все делал, и потом исполнял композиции даже музыкальные. А, кстати, композиции что-то из вашего или семейного? Из мирового. Из мирового. Ну, сегодня у нас, если даже будет подобный най, то он на самом деле будет очень питательный, потому что программа у нас кулинарная. На все про все, конечно, у нас ушло очень даже немного денег, дорогие друзья, а накормить можно будет целую семью. Давайте вот я все-таки, Константин, вам задам вопрос по поводу ваших семейных традиций, традициях с детства. Что запомнилось, какой вкус детства? Вот что сейчас, так сказать, взяв в рот или положив, вот вы почувствуете вкус детства? На чем вы, Константин Москохич? Вы знаете, в нашей семье, а я вырос в деревенской семье, мне не стыдно об этом рассказывать, обязательно приветствую с мамалыгой. Мамалыга, токаницы, это любимое мое блюдо, которое, кстати, я очень здорово готовлю по большим праздникам. Почему? Потому что я не могу сравнить свои кулинарные, скажем так, незаурядные способности. Дика, извиняюсь, скажите, пожалуйста, Константин, я прерву, вот мы сейчас от мамалыги вернемся. Нарезать лук, натирать сыр, что импонирует? Ну что хочешь, могу натирать. Да, хорошо, хорошо. И продолжай. Так, а есть ножичек, чтобы разрезать его так, аккуратненько? Есть у нас сырный ножичек. Нормально, хорошо. Так вот, и в нашей семье мама очень здорово готовила эти блюда. Мамалыгу и мамалыгу, да-да-да, да-да-да, и к конецу мамалыга. Но мне очень нравился еще холодец. Вот холодец с мамалыгой. Это, кстати, редко, потому что в многих регионах, в многих регионах Молдова, когда говоришь, холодец с мамалыгой как. Ну вот, мне это нравилось. И поэтому холодец с мамалыгой, друзья. Да, да, и всегда я прошу свою супругу Валентину, чтобы она обязательно по большим праздникам или каким-то особым случаем, она всегда мне делает мамалыгу с холодцом. Мне интересно, какое-то вкусовое сочетание. Очень вкусно. А из сладкого в детстве, что тогда десертами считалось? Ну, во-первых, мой отец занимался пчелами, и мед всегда у нас в нашей семье был, как одно из составляющих сладких блюд. Но очень здорово мама пекла. Пекла разные пирожки с вишней, потом мне нравились плаценты с тыквой, вот такие домашние, которые именно в печи запекались. Вот это все, которые когда только-только вытаскивали, то есть сразу же, да. Причем не набирал веси почему-то раньше. Сейчас, конечно, с этим очень все строго. А я, кстати, скажу, не понимаю, что в деревнях же, в принципе, как бы едят все с хлебом. У нас же есть анекдот, но это тем не менее. Монненько купыни. Да, но понимаешь, в чем дело? Дело в том, что было очень много физической работы. Даже мы, когда дети были, обязательно в мою обязанность поделилось ухаживание за домашним скотом, мелким, не крупным, мелким, да, потому что у нас не было коровы. Но были... Воды колодезной, да, в принципе? Да, воды колодезной, там полить, все это дела, спрашивать огород. И, в принципе, это все, так сказать, сжигалось. Ну, и всегда вечером, я помню, я выходил, когда играть, для всех это было приятное, такое, скажем, сладкий стол. Мы брали батон, разрезали его в длину, так, ну, сколько хватило, так, и мазали красиво с медом. Это уже был деликатес. Просто батон с медом. Или черный хлеб. Обмачивали в воде с сахаром просто, сверху посыпали. Это тоже был очень такой деликатес. А сейчас тогда что входит в рацион народного артиста? Ой, сейчас ты понимаешь, какое дело. Я же тебе говорю, всю жизнь борюсь с лишним весом. Ну, а можно не стоит? Там же, наверное, как раз секрет игры на на и нет. Нет, почему? Уже за столько лет выработался нормальный рефлекс, как надо собирать воздух. Воздух должен идти, имеет специальную камеру в животе. Нелегкими, для того, чтобы нужно было дольше выдавать звуки, чтобы он был ровнее. А лишний вес, конечно, он мешает. Поэтому... А, в данном случае я люблю. Честно тебе говорю, я сладкое просто обожаю. То есть для меня, если хочешь сделать испытание, вот так, знаешь, завязать или рассказать государственную тайну... То можно как раз пироженцем, да? Просто так, вот, мимо отмиза этого. Все, все, все. Хорошо. А получается, что миф тогда мы сейчас его просто-напросто развеем, потому что все духовые артисты, они, как правило, ну, в животе как бы у них есть. И они, наоборот, как бы считают, что это норма. Я понимаю, но просто понимаешь, как они играют в оркестрах, где-то можно живот спрятать, а когда ты солист и выходишь перед оркестром... Сам на сцену практически, да, да, да. Сам на сцену, это сложнее. Это сложнее. Хорошо. Поэтому эти любопытные истории все-таки, которые на самом деле это правда, это не просто истории, но я так понимаю, что удалось познакомиться не с простыми людьми, людьми, которые являются, так сказать, историческим наследием всей планеты. Я говорю о высших лицах государств, которых вы, в принципе, узнали с другой стороны. То есть, как они в жизни тогда, так сказать, не на камеру, не на... Насколько они открыты, насколько они принимают молдавский най, насколько они принимают вас как артиста? Вы знаете, действительно, мне повезло. Многих первых лиц государства я знаю не понаслышке. И, скажем, были моменты, что... Во-первых, я хочу сказать, что они простые люди, в конце концов, да, которым нравится. И им не безразлична музыка и... Они также ценят? Ценят это все, причем неважно какой национальности и с какой страны он, да. А най – это специфический инструмент, я считаю. Он может очень глубоко войти через тонкие фибры души и задеть сердце или какие-то чувства, или какие-то ощущения, да. Поэтому я не разделяю передо мной тогда просто зритель, который действительно... Он не глава страны или какой-то супердержавы, а простой человек, который действительно воспринимает музыку своими фибрами души. И мне повезло тем, что, имея возможность выступать и после этого даже общаться, когда в общении, оказывается, простые ребята, очень скромные, очень начитанные, кстати, многие, да, и... Ну, иначе, мне кажется, президентом и не станет, просто не станет, да, конечно, да, ну... Скажи мне, пожалуйста, еще надо, потому что я могу все это перетереть, наверное? Да, я думаю, что... Хватит, да? Нет, в смысле, и надо. Еще, а, в смысле, надо? Да, да, давайте, да, да, перетираем. У нас, знаете, сейчас эта фраза в современном мире, то есть это, в принципе, означает диалог, да? Диалог. Перетирайте. Давайте сейчас быстренько перетрем, да, мы еще вот этот весь... Да, да, да. Ну, насколько я знаю, Най вообще способен ввести в такое глубокое медитативное состояние, потому что вот эти вот звуки, которые они извлекаются, они имеют какой-то свой особенный эффект. Но это поэтому, как бы, это и есть уникальный инструмент. То есть, стоял ли когда-то выбор играть, кроме Най, на чем-то еще или нет? Или сразу был изначально Най и Най? Нет, изначально Най и Най. Най, 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 Най. Или как Барри Алибасов в 95-м году пригласил я для группы Нана записал несколько композиций. Прошу прощения, но с Барей Лебасовым есть определенное чуточку внешнее сходство, мне кажется, что в Москве надо спокойно Константина принять за Барей. Чуть-чуть, если чуть-чуть дать тоналочкой в этот вот, то как раз на-на, получается, могли бы перенавать в най-най. Нет, так я не скажу больше. После того, как мы записали, ему так все понравилось, вообще группе очень сильно понравилось. Вместо двух песен они попросили, я записал еще пять песен, которые вошли в альбом. Кстати, есть с указанием, кто исполнял, на каком инструменте. И в конце он так подходит, говорит, слушай, ты знаешь, я подумал, ведь ты играешь, как называется, най, ты же можешь быть нанайцем. Нанайцем, да-да-да. Я так и думал, народный артист Ёж-Короллы, знаете, как бы най, получается, который играет нанайцем. В принципе, нанайцем, да. Так, этот кусок тоже? Давайте остановимся, Константина, и там, да, чтобы мы сейчас... У нас, значит, что вообще, как бы мы не объяснили телезрителям, что у нас происходит. Я так ждал давно, Константина, в нашей студии, я думаю, что вы тоже уже соскучились, что как бы я сейчас, вот мы все делаем, что-то делаем телезрителям. Это же сам факт, что я еще сам не знаю, что получится. А, ну, то что я еще говорю, я ожидаю, что была трубочка, но вот трубочка, скорее всего, что ты... Мы будем сворачивать, да, и мы отрежем, так сказать, ненужные концы, и, мало того, мы вырежем потом конец, и по форме, да, и чтобы, так сказать, не было с другой стороны вот этого вот, мы это все сметанкой зальем сверху, то есть он будет белый. Получается, он будет как декоративный, который кушает, не играть. Не играть, не-не-не, выдувать мы не сможем. В следующий раз принесем морковочку и попробуем все-таки. А вот это, кстати, между прочим, мы обязательно сделаем, как раз к осени, где нет. А за спиной сейчас уже какого, вот чем можно гордиться? Вот так вот взглянуть назад и сказать, что вот у меня уже вот столько альбомов, столько концертов, какой-то запоминающийся концерт, возможно, сотрудничество. То есть Эрик Лэптон, если я не ошибаюсь. Элтон Джон. Элтон Джон, вот уже ошибся, понимаете. Извините, господин Эрик Лэптон, ссори. Есть к чему к стремиться. Элтон Джон. Извините, есть куда, есть еще к Эрику нужно, да. Вот что уже за спиной? Что еще в принципе? За спиной более 30 лет работал на профессиональной сцене. Кстати, этой осенью опять приближается круглая дата. А я же почему и сказал, что к осени было морковку, так сказать, придумаем. Специально я посмотрю в Ютубе, как сделать, а, возможно, даже научусь что-нибудь, какой-нибудь лонлише. За это время, конечно, были взлеты, падения, ну, это как у любой творческой личности. Были разочарования своих коллегов, к сожалению. Но были и очень хорошие примеры, с кого можно брать пример. Поэтому я счастлив и благодарю Бога за то, что действительно на моем пути встречались больше хороших людей. Никогда не забывайте. Да-да-да-да, вы говорите. Значит, в дискографии, скажем так, 16 альбомов. И, наверное, самые дорогие мне, это первый, самый первый альбом, который вышел в Германии в 1995 году. Это композитор «Марьян Стыча», «Исповедь души», диск, который до сих пор используется как в лечебных целях в Германии, как революционная музыка. Да-да-да, вот эта негативная лечащая. Для специально, скажем так, людей, которые страдают немножко психикой, она очень действительно успокаивающая, спокойная, как было записано с камерным составом, очень хорошая музыка. И последняя работа, которая меня очень сильно захватила, и практически сейчас я вот в этих проектах крупных работаю, это «Онтология музыки разных народов, исполнена на Молдавском нае». Так, первая была «Онтология азербайджанской музыки», моментальная «Онтология еврейской музыки». Сейчас я не открываю тайну завесов, потому что работы еще над двумя параллельными. Времени мало, надо, хочется успеть все. Давайте мы действительно успеем. Все, у нас тоже сейчас завершается вроде как первый наш блог. У нас яйца уже. Яйца практически отваренные, сыр натерт, зелень мелко порубленная, этот зеленый лучок добавили, соль, перца туда, соли и перца. Сейчас, после рекламы, мы вернемся, и, наверное, уже, так сказать, яйца будут наши остужены. Итак, мы возвращаем вас в наши кулинарно-увлекательные процессы и истории, которые Константин Москович, соответственно, привнес нам сегодня в кухню, потому что готовим мы съедобный най. Константин видел най съедобный, который звучит, сегодня он не звучит, он, наоборот, наполняет силами. Что мы сделали? Мы уже отварили десяток яиц, мы уже нарезали мелко наш зеленый лук, посолили, поперчили в одно, а миски в другое. У Константина, значит, натертый сыр твердых пород любой, который вам понравится. Сейчас мы тоже туда добавили соли и перца, и вот мы остановились на разговоре о знаменательных датах в жизни, о событиях в биографии Константина Московича. Соль чуть-чуть. Я не люблю много соли. В принципе, знаешь, я хочу сказать, действительно, как я и говорил, мне очень везло на хороших людей. И знаменательный для меня был 2014 год, когда Тамара Гварцители пригласила участвовать в концерте не просто где-то, а в самом известном и пресижном зале Америки, это Карнеги Холл. Я вообще обмечусь. А как интересная новость воспринимает артист? То есть это как достижение? Или это вот, вы бежаете на балкон и так? Да, я не зря живу. Я не знаю, как артисты, но я видел, какая реакция у американских менеджеров, когда ты приходишь знакомиться, и они приглашают тебя на концерт, и говорят, хорошо, ну вот где вы выступали? В Карнеги Холл. Такая пауза. Где? В Карнеги Холл. Мы вас берем. Все, все, все. Понимаешь, как это действительно? Мы случайно здесь не ошиблись, надо еще динолик, да, по-моему, добавить? Мы, по-моему, здесь все нормально тогда. Вот. И действительно мне повезло, очень известный продюсер из Эстонии пригласил меня участвовать в концерте, в котором на одной сцене, в одном же концерте участвовал и Алтон Джон, и известный оперный певец Хосе Каррерас. Хосе Каррерас. Ты знаешь, очень простые, хорошие ребята, и вообще я заметил, чем талантливее человек, тем он проще и доступнее вообще при общении. То есть это, наверное, роль продюсера тогда, да, создать вокруг какую-то определенную недоступность? Ну, я не знаю, наверное, мне кажется, я заметил, кстати, многие российские звезды, основная масса в основном это простые нормальные ребята, но есть, к сожалению, люди, которые, знают, что они одевают себе ореол такой звездности, причем звездности, которые они сами себе одели, да, и вот создают такой эпатажный, 5 метров от звезды, там, туда-сюда, не подходите. Не снимайте, не… Да, господи, все мы простые люди, но просто кому-то Бог дал талант, а кому-то связи. А кто-то, да, кто-то связи. Кто-то пытается это нарушить. Ну, а, кстати, к своим поклонникам, которые вот просят там сфотографировать или автографы, такое отношение, потому что у всех по-разному уже происходит. Ну, вы знаете, как бы, в любом случае, я отношусь к этому нормально, если, правда, нет каких-то агрессивных действий, но это чувствуется, да, или каких-то потвохов, поэтому, почему бы нет, с удовольствием. Я вам сейчас ваше движку. Вместе, да, 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 я должен все это перемешать, перемешать ложечку, полчаса, сейчас все, да, все, да, все, да, друзья, напоминаю, впервые за историю нашей программы, вообще впервые, пока я так понимаю, мы делаем музыкальный инструмент, мы делаем музыкальный инструмент, опять же, съедобно, то есть, извлечь из него звуки не получится, кроме как, ммм, боже, ммм, вот такие вот звуки сейчас я приберу, так сказать, бывает на кухне иногда, знаете, да, но это творческий процесс, причем не убирается далеко, а прямо в рот. В нашей программе, вы думаете, там у нас мусорное ведро, нет, там сидит, там сидит, как бы, и в принципе, как бы, все это подвращает, сейчас, мне кажется, мне кажется, какой-то гнев, честно, себе, мне кажется, у нас уже не показывают после этой фразы, просто идет звук, вот и все. Главная задача, чтобы все-таки мы доделали то, что мы хотим, а пока не показывают, мы угостим людей, чем, что мы сделаем. У Константина Московича сейчас появился какой-то райдер, вот как у артистов, знаете, вот мне нужно для моего концерта, чтобы был, не знаю, оркестр, оркестр, хороший микрофон, причем он какой-то должен быть, наверное, специальный, звукоизвлекающий. Да. Райдер, в принципе, он всегда был, он это самое, единственное, конечно, он отличался от вымученных райдеров некоторых артистов, которые к нам приезжают. Это чуть-чуть, буквально, что-то, да, и так далее. Естественно, это приличный номер, обычный номер люкс, проезд. А где-то запомнилось останавливаться, я так понимаю, что весь мир практически уже объездил, Константин Москович, и везде Най поражал бублику. Нет, не везде, он не был в Индии и в Австралии. Вот, господи, две страны, один континент и вот и страна. Вот, вот, позади, гостиницы были разные, я помню, очень выступал за полярным кругом, естественно, откуда там номер люкс, можете представить? Ну как, это вечно без злота, вечно без ледяные гостиницы. Номер люкс, это там, где живет медведь, просто надо с ним договориться. Без злой класса был в вертолете. Правда, нам дали шубу специально для того, чтобы не замерзли, потому что перелет был такой, значит, минус 50 и так далее. Но впечатлений, я хочу сказать, масса. Тогда я был в очень интересной команде, с нами был артист. Кстати, с многими артистами после этого становишься друзьями, когда проходишь вот такие... Сложности. Сложности испытания, да. В данном случае это был Вячеслав Малежик, который, кстати, очень просто ко всему относился. И не было пафоса такого, что я вот такая звезда и так далее. Ну была гостиница на сваях, конечно, как курьи ножки. Она была теплая. Самое главное. Главный факт, это для кого мы играли, это люди, которые выезжают на 2-3 месяца, так и вахтенные вахтарики. Это там, да, отрезанные от большой, вот эти вот суровые мужчины, которые... И женщины, и женщины, которые... Милые, не сыровые. Танцевали? Да. Вы знаете, она очень хорошо воспринимали все это дело, концерт был. Вот. А были, конечно, гостиницы где, ну, господи, очень... Но везде, везде, как бы подчевают наверняка, есть какая-то интересная история, возможно, о кухне, когда принесли что-то такое необычное съесть. И даже не знаешь, как это есть. Куча этих историй. Почему? Потому что я обожаю национальную кухню. Любой стороны, куда я еду, любой стороны, для меня это сам. И когда мне говорят, вы знаете, вот в Китае, все ел, все. Серьезно, и все, и таракашек, и паучков, и все, и даже собачек. Но это, правда, было в Японии. Ага. Да. Но я не знал, нам после этого говорили, у многих была такая ответная реакция. Ну, я взял саке, выпил, и все нормально. Все хорошо. Ну, собачка, собачка. Ну, вкусно было. Причем ты ее сам готовил, что самое интересное. Понимаешь, когда... Вот были такие специальные газовые плитки, мы их называли Чингисхан. Мне нам сказать, что это называется Чингисхан, потому что оно было как шапочка такая, знаешь. Ну, да. Вот. И вот это мясо мы красиво выжили, оно сворачивалось, потом какие-то тоже... Ну, кстати, трубочки делали тоже, но не най. Не на найские. Я так думаю, что не каждый наш телевизоритель будет способен будет на такое, конечно. Но вот из этих вот членистоногих и вот этих вот насекомых, я бы, конечно, честно, даже как ведущий кулинарный, программа приготовить-приготовил бы, но не знаю, смог бы я осилить себе вот это... Понимаешь, если ты не знаешь, что ты кушаешь, это проще. А, когда, да, когда тебе просто говорят... Ну, вкусно-вкусно, да, и так далее. Единственное, что, конечно, я один раз отказался, для меня это было немножко очень сложно, знаешь, когда нам принесли очень большой и очень дорогой дефицит, это в яйце, недоразвитые, скажем так... А, эбрионы эти, эбрионы, да, и так далее, ой, господи, да. А, это то, что они любят, да, но это, кстати, это тоже немножко насильных духов. Да, 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 и главное, с хорошим запахом, знаешь, и так далее, все это на... Ну, я тоже даю практически за кадром, да, да. Я вот тоже готов. И тоже готов, тогда я оставляю это все с вашей стороны, да, потому что, видимо, тогда мы будем крутить блины уже на двоих. Стерео, 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 стерео. Да, я сейчас тогда подготовлю буквально тарелочки, потому что мы их закатываем, в принципе, в трубочки. Все очень просто, мы берем блин, а давайте блины тоже поближе. Так, друзья, на каком этапе, как вы видите, сделали мы две смеси, сыр, яйцо, чуть-чуть майонеза. Многое, майонеза, сыр, да, очень просто. Приготовить его очень быстро, это мы сейчас, знаете, еще это, вот мы болтаем по большому счету. Как, а ты мне покажи, как ты это делаешь, почему? Вот я сейчас, вот это делаю. Вот, что мы делаем, блинчик один бракованный, бракованный, бракованный. Да, будем мы тогда для начала складывать их сюда. Что мы делаем? Мы берем на краешек блинчика, буквально вот определенное количество, вот так сказать, нашей начинки. Начиночки. Очень довольно интересное. Начиночки. Все называется «Ты приди ко мне, весна». Ты приди ко мне, весна, да. С яйцами и с луком. Да-да-да, начинка Робин Гуда. Вот. И вот так вот аккуратненько мы в трубочку это все скатываем. Получается трубочка. Для хозяйки, думаю, это не проблема. А для мужчин, пожалуйста, возьмите на заметку, все очень просто. Так, и вот таким вот образом это напоминает, знаешь, вот когда делать с вишней, там, значит, да, вот такие тоже тоже. Это что-то типа такого, да. Ну, я решил, так сказать, здесь смотрим сегодня, не смотри. Я сделал басовую трубочку, знаешь, ну, что первая трубочка, она должна быть крупнее, потом меньше, меньше, меньше. Это, кстати, за совет, спасибо. Это учитывая, понимаешь, вот тогда это басовая, это первая. Понимаешь? Ага, значит, мне тоже тоже. Тоже тогда потолще, поменьше. Ну, что если сделать одинаково, у нас не получится най. У нас получится непонятно что. У нас получится просто трубочки. А вот если надо, чтобы как форма най, значит, крупнее, потоньше, потоньше. От этого зависит и звук, кстати. Чем толще и длиннее трубка, чем звук более. Катать надо внимательно, наши длинные. Катать, да, катать надо внимательно. Я с тобой согласен. Хорошо. Сейчас, на данном этапе, что происходит в жизни Константина Масковича? Это больше занятие там сыном, которым можно гордиться. Это подготовка к разному нюбилею и записи секретного альбома. Вы знаете, я хочу действительно это дебиле провести как-то так, ну, необычно. Готовится два параллельных проекта, в котором будут участвовать стать очень многие. Это я могу открыть эту тайну. Будут участвовать очень многие молдавские звезды и молдавские композиторы. Это вот тайна. Она уже открыта. Но это частично. 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 Ты же не знаешь, о чем вы хотите. Конечно, никто не знает. Мотаясь сейчас между двумя странами, потому что я подписал контракт. И по контракту я работаю с двумя оркестрами. Это Пап Шугар оркестр и оркестр муниципальный Голливуда. Душа! Рассел Кроу мне в бедро, так? Да. Причем дирижер, очень известный дирижер в Америке. Питер Фукс, который был... Гуглите, прямо сейчас гуглите. Да, 30 лет он был главным дирижером на Бродвее. Человек, который буквально сказал, что, Константин, у тебя есть большие шансы стать известным. Почему? Потому что после первого концерта, вернее, на первом концерте, после исполнения первой композиции, я точно не ожидал. А он вообще так посмотрел и сказал, не может быть. Когда все люди стали и просто аплодировали стоя. Почему? Потому что инструмент действительно незнаком. Там что тогда вот все-таки по поводу домашних посидело? Как часто не устраиваются? Потому что сейчас в эти майские праздники, я знаю, что у вас были шашлыки. Да, я как-то не мог пропустить этот момент из жизни. Да, потому что, мне кажется, у американцев, если это там привычно барбекю, да, все-таки с нашим вариантом шашлыков как-то, ну, не совсем сравнится, да? Ну, во-первых, не забывай, что там барбекю, в основном, это на газе. На газе. Да, это газовые такие эти самые. Очень редко, когда делается на углях, это есть и только в парк. И в парке, допустим, есть специальные, кстати, ухоженные места со всеми условиями, которые любые... Слушай, а ничего, что мы перепутали так, да? А это будет как раз и сюрприз. Нам главное собираем. А, что, это будет най такой по пентатонике или что-нибудь такое. Да, да, да. По музыкальному. Много функциональной. Много клавиши и белые клавиши. Много функциональной, да. Ну, в конце концов, я думаю, что, чтобы не ограничивать наших зрителей, что вот ешьте только с яйцом и луком. Ну, так вот, укусил и думаешь, боже, какая вкусная нота. Нет, он даже не знает, что он укусит. Да, 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 какая вкусная нота получилась у нас. Да, я, насколько знаю, действительно, за, так сказать, заокеанском побережье, вот, особенно там в Австралии, Соединенных Штатов Америки, у них на побережье принято, то есть у них есть специальные люди, которые заботятся о том, о чистоте, о чистоте, чтобы эти плиты были готовы после вас, то есть там специальные лужайки, вы только приносите с собой мясо, все готово, подведено уже электричество и газ и так далее, вы просто, так сказать, раскладывайтесь, жарите. То есть, ну, самое главное, я хочу сказать, что люди сами отвечают за чистотупность, что ты, когда закончишь все готовить или пировать, несмотря на твою уставшись, или, так сказать, передост воздуха, да, 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 обязательно ты должен оставить за собой чистое место, и это нормальная культура, ты знаешь, которая, мне кажется, прививалась годами или даже веками. А вот поэтому это золотые слова, очередная мудрость от Константина Московича, дорогие друзья, вот вы ходите по паркам и жалуетесь, что там грязно, там грязно, носите себя, вот за собой просто убирайте, и поверьте, мне кажется, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы придем к такому же формату, когда все будет, и у нас здорово, чистый город. Потому что никогда не позволишь себе пройти мимо и просто выкинуть или из машины выбросить мусор, или что-нибудь сделать. Всегда люди уважают труд тех, которые убирают, несмотря на то, что в каждый день убирают и моют. Потому что они знают, что сегодня, возможно, ты на коне, а завтра, послезавтра, кто знает, не дай бог. Поэтому действительно нужно это все ценить, и все это зависит только от нас. Мы сейчас с вами, друзья, прервемся снова на очередной рекламный блок. Как видите, мы по-прежнему занимаемся раскручиванием. Расскажем, мы катаем, мы катаем, мы до этого перетирали, сейчас уже катаем с Константином наши составляющие ная. Не знаю, получится ли у нас их 22 и 24, согласно правилам, но что-то у нас обязательно получится. После рекламы мы вернемся, что нам предстоит? Нам предстоит создать форму наико, кстати, мне поможет отыскать простых трубок, да, отсортировать, а до тоненьких, мы это все вот так красиво подрежем, и буквально несколько минут в нашу духовочку, чтобы они запеклись. Как это будет, вы узнаете, возьмите вкус. Ну и остаются нам финальные аккорды, и в данном случае, наверное, аккорды это как никогда, кстати, сейчас музыкальный термин. Ну что, Константин, давайте теперь наши, так сказать, блинчики выкладывать именно так, как устроен найт. Смотри, ищи самый толстый, возьми сначала. Идут первый. Так. Я помню, что они где-то были у меня там. Да-да-да. Так, ну тогда я тоненькие буду выкладывать. Позже, да, вот тоненькие это сами. Так, это вот где-то. Так, следи, чтобы верхняя часть была одинаковая, потому что трубочки лежат. А мы сейчас подрежем, у нас сейчас главный порядок. Нет, но все равно в любом случае первая часть. Вот эта тоненькая, вот эта сюда, потоньше. После этого дома как вы думаете, заставят готовить? Дома? Да. Ты знаешь, обычно всегда моя жена говорит, когда я иду на кулинарную передачу, мне говорит, почему ты дома это не готовишь? И какой ответ Константина? Я сказал, я не могу сравниться с тобой. Но все-таки она же умничка. По большому счету, конечно. Ведь женщин для мужчин это же не только вдохновение, правда? Нет, это все, мне кажется. Это все. Мы без них вообще никуда. То есть вот внешний вид этой женщины, да? Поступки делать глупости – женщина. Поступки делать хорошие поступки – тоже женщина. Да, это есть такая. Все это самое. И наконец-таки ученые разобрали, чего хотят женщины. Но пока они это расписывали, женщины уже передумали. Итак, дорогие друзья, у нас на самом деле уникальный процесс. Я не знаю, удоставился ли такой чести Элтон Джон или Дональд Трамп и Владимир Владимирович Путин, но у меня такая честь есть. Я сейчас с народным артистом создаем, так сказать, на. Я не знаю, помещается ли у нас по количеству, согласно законам изготовления. Согласно легенде. Согласно легенде, получится ли у нас именно 22 или 24 трубки, но… Ты знаешь, в крайнем случае, сделаем, если вдруг не хватит, сделаем это самое, пикколо там. Пикколо, пикколо тут, пикколо аморе, пикколо. Я думаю, что у нас часть блинчиков еще останется, это мы сейчас фантазируем. Вы, если у вас в таком же случае останутся трубочки, пожалуйста, не выбрасывайте. Не выбрасывайте, доедайте. Вот у нас прям есть такие вот прям вообще… А вот еще можно тоненькую, а нет, это уже толстенькую. Ну, это остался такой чисто басовый. Най, да? Да. Ну, у нас тоже такой правильно все нормально. Я тогда думаю, сейчас надо, во-первых, подровнять верхнюю часть. А, чтобы ровненько было. Да, чтобы у нас прям совсем было внешне похож на най. Най, най. Семейные праздники, я так понимаю, это чаще всего, это работа. То есть родные ждут уже, так сказать, после работы. Особенно Новый год, вы знаете, всегда Новый год, это… Да, артистов, да. Один день кормит весь год. Так говорят артисты. Да. Ты знаешь, я думал, в Америке другое. Нет, то же самое. То же самое. Тоже самое. Да. Так, и вот теперь нам надо как-то вот эту траекторию сделать вот сюда, друзья. Понимаете, да? То есть у нас останется… Этого режиссера? Хватит. Сейчас я попытаюсь вырезать именно так. Не знаю, Константин, насколько я сейчас это все оценю. Ох, у нас очень много остается, так сказать, вторматериала, но съедобного. Мы его выбрасывать ни в коем случае не будем. Если там, скажем, уголочки блинчиков нам в принципе не нужны были, да, то вот это вот вполне сойдет за отдельное блюдо. А если так посмотреть, получается два на из. Смотри, один сверху, а другой в зеркальном отражении. А, да. По большому счету, да. Да, но вот я… Вот похоже? Даже очень. Даже очень. А есть на и для правшей и для левшей делать, да? Ну, да. Я вот сейчас только понял, когда я вот эту… Да, да, конечно. Получается, что… Есть, есть. Вот сюда можно. Левой рукой, да, приходится как бы держать. Если у человека левша, тогда у него основная здесь. А допустим, если правша, значит, здесь. Ну, так. Я, например, вот так играю. Большая трубка здесь. А, большая трубка здесь. Да, но я видел, как играет и тоже вот наоборот. Так, ну что, я тогда сейчас быстренько покажу, что мы сделаем. Мы возьмем вот эту вот сметанку. Мы сейчас ее вот здесь вот по краешку… Это очень немаловажная деталь в инструменте, это когда закрыть, чтобы воздух… Вообще, как извлекается воздух, чтобы ты знал, значит, воздух попадает в трубочку, доходит до низа и поднимается наверх. Вот это является тем звуком. То есть, такой поток. Чем выше, да, закрывается снизу обычно воском. Чем выше воск, тем выше по тональности звук. То есть, получается, страиваешь инструмент, значит, ну, вот такие шарочки катаешь, катаешь шарики. Из воска. И вот в эти дырочки начинаешь забивать так. То есть, получается, что, в принципе, и тут пчелы. И здесь пчелы, да. С воском. Ну, да. Без пчелы, да. А это мы сметану мы оставим на потом. А сюда? Да, я тоже думал, вот сюда как бы вам засукатурить. Да, за штукатурим. Задаваем. Для того, чтобы… Вот, посмотрите, значит, если вы скажете, что это не наявляет, вас сейчас брошу. Ты знаешь, я бы… Подожди, 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 подожди. Не спеши. Не спеши. Извините, народный птиц горит. Нам надо, нам надо сделать еще и деку красивую. Дека, знаешь, что такое дека, это такое оформление. Вот снизу мы закрываем воском условным, да. А сверху, вот здесь, должно сделать такую полосочку. А, так… Чтобы это был… Или это другая чем-то другая. Нет, нет, я предлагаю ее сделать после того, как мы чуть-чуть их… Чуть-чуть буквально пять минут подержим в духовке. А, окей. Мы потом вытащим, да. И вот она будет прям свежая, ровненькая такая беленькая. Мы можем вообще, в принципе, сделать его белым. Бывает белый, ная? Ну, любого, но это света любого может быть. А электро ная? Есть, уже появились, я видел, кстати. С микрофонами такие электро. Хотя я все-таки привержусь с живого. А я тоже не понимаю. Берешь в руки, чтобы не понимать. Ну, ладно, электрогитара, я понимаю, там, двигатель прогресса. Когда-то битлы как… Так, я беру тогда нижний. Да, это вот так сверху. А это вот так сверху. Буквально пять минут, уважаем наши телезрители. Вы сами понимаете, для чего у нас там есть консистенция сыр. Вот. И мы должны этот сыр немножко вот растопить. Ухали, пять минут, и температура с 80 градусов. Он соединился. Да. И посмотрите, вот то, что мы говорили о стоимости, да, себестоимость продуктов. Все это обошлось безотходное производство. Причем я хочу заметить, почему. Ну, то, что можно накомить друзей, соседей, кстати. Сытыми. А вы, кстати, как соседями? Очень правильно. Я их сам подбирал себе. А, да? Потому что бывает, что как бы музыкантам с соседями, знаете, приезжают гости, начинают там гитары, какие-нибудь там воншлаги устраиваете. Очень хорошо. Вы знаете, мне, когда я жил на квартире, были очень, во-первых, они гордились тем, что кто у них живет. И случай даже был в Америке, вообще там слышимость очень хорошая. И, значит, мне надо было готовиться к концерту, потому что в конце января меня пригласили в Азербайджан не просто так, а 25 лет таможенного департамента. И вот они решили, таможенники Азербайджана, решили пригласить Константина Московича с азербайджанской программой, да, и с симфоническим оркестром оттуда. Я пригласил шесть наших талантливых музыкантов, которые меня сопровождали. И мне надо было заниматься. Я начинаю играть, как бы, я смотрю, так, 11 часов, люди должны быть на пляже, все хорошо. И вдруг стук, где-то, миловидная такая бабушка подходит, говорит, вы знаете, а где у вас такая музыка играет? Он говорит, у вас диста, говорю, нет, я сам играю, говорю, вас это беспокоит, я прекращу. Не-не-не, поиграйте, и в 12 часов ночи играете, вот, нравится им, понимаешь? А я думаю, что те, кто хоть раз слышал, как звучит най, не могут дальше вот быть равнодушны, равнозначно. Причем он может поднять этот инструмент и на танцы, и заставить задуматься о смысле жизни, а иногда даже просто-напросто пустить слезу. Я сейчас говорю и понимаю, что есть композиции, которые вот, наверное, очень есть, я вот сейчас говорю, у меня вот, вот. Вот, причем неважно, в какой ты должности. Да, 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 вот. А мне кажется, что эмоции и чувства, они как бы, они не зависят от статуса. Все мы люди, у нас всех есть эмоции, и даже если согласны статусу, их иногда приходится сдерживать и скрывать, то потом, в любом случае, человек это ценит. Макс, в 1999 году, когда я впервые поехал в Белоруссию, в городе Брест, в Брестской крепости, был концерт. После концерта господин Лугашенко пригласил часть артистов в Беловежскую Пущу, где он сам лично провел маленькую экскурсию, рассказал, как все это разваливалось, кто это здесь подписывал. Я так слушаю внимательно и понимаю смысл слов, да. Нет, но он вообще, он молодец, он с юмором, с таким особым юмором. Ну и, значит, поляна такая накрыта, свежий воздух, солнце, все хорошо, птички поют. Ну и представители каждой страны или республики хотели показать еще дополнительно для него какой-то талант. Ну, кто-то там пел, кто-то стихи рассказывал. И когда доходит очередь до нас, для делегации из Молдовы, естественно, я достаю, как обычно, инструмент на три буквы «Най», да, и начинаю играть. В этот момент вдруг птички замолкают. А почему? Потому что звук «Най», а значит, как он ассоциируется, и вдруг получается новый звук, и в какой-то момент после этого замолкания начинает играть. И он, значит, гениальную фразу, говорит, вы слышите? Он играет, аж птицы молчат. И это правда. Ну, самое главное, что звездная болезнь Константина обошла стороной. Слава Богу. Да. Это, наверное, заслуга моих родителей, которые были простые люди и всегда ходили по земле ногами. Ну, я думаю, что даже обращаясь, так сказать, к молодому поколению артистов, которые уже начинают себя как-то слишком звездно позиционировать, я думаю, что как бы рано или поздно все равно они придут к тому, что все приходит на свои ноги. Все, все, главное, в принципе, артист или вообще творчество артиста, который действительно натуральный или натуральный артист, да? Ничко-то фраза натуральный. Вот, скука этих натуральных артистов, друзья, вообще. Это другая история. Это другая история. Есть еще и старых. Оставь ее на осень, давайте, когда уже можно будет. Другая история. Я что хочу же. В конце концов, самая большая критерия оценки творчества артиста, это публика. Для кого это все он делает? Вот ее ты не обманешь. Да, 100%. Он делает все, что хочешь, но когда тебе перестанут писать и приглашать до концерта, значит, что-то ты сделал не так. Константин, как называется еще раз вот это вот дека? Дека. Нам нужно сделать эту деку, мы ее белой сделаем. Ну, ничего страшного. Я просто хочу понять. Я приблизительно сейчас рисую в голове. Ты правильный. Вот, вот, вот. В голове. Да, вот так. О, так красиво. Сливалось. Ты знаешь, даже лучше, наверное, после того, как мы это и зимаем, и из горячей печи, холодненькой сметаночкой, она как раз ложится, как надо. А, вот, кстати, техника Ханса нам сообщает, что, в принципе, только сейчас мы типа... Можно было. Блин. Да, да. Спасибо. Спасибо. Ну, дело в том, что она не успокоится. Да, очень назойливая техника. Вы откройте и закройте крышку. Внимание, Константин Москович. Раз. И обратно. Спасибо, Ханса. Вот, Иоанн Абитышон, конечно. Иоанн Абитышон, Данкишон. Кстати, на многих языках приходится общаться или английский спасает всегда? Ну, я подтягиваю сейчас английский, честно говоря. Мой младший говорит лучше, чем я. Это однозначно. Почему? Потому что они очень быстро хватают. Вообще он говорит на трех языках. Причем переключается с одного языка на другое автоматически, даже не думая, и сохраняя фразы и логику произведения. Я, скажем так, сносно разговариваю на итальянском. Почему? Потому что проект в 2006 году, когда с папой римским был для... Это мы в следующий раз рассказываем. Нет, если рассказывать, то очень долго. Нам не хватит двух ная. Я вообще, честно говоря, Константин, я изначально знал, что когда я вас приглашу, что как бы, в принципе, от одной программы, да, нам нужно делать еще первое блюдо, знаете, и компот тогда. Вот мы, когда вот это все приготовим, возможно, часть из биографии и интересной, любопытной жизни. Было 68 концертов по Италии, и, в принципе, я начал как-то понимать вдруг. Наверное, все-таки романская группа и знание нашего молдавского языка помогло очень сильно. В школе изучал французский, где достаточное осталось, и даже вот недавно был случай, что мне пришлось общаться с французами. И вдруг из недр, мозга, начали всплывать какие-то фразы. В любом случае, я понимал, о чем они говорят, и главное, что они меня понимали. Ну, может быть, частично, но понимали. То есть, хай на рок, они уже, в принципе, лучи. Женя Макс по Сижур. Сижур вот это вот, и они думают, боже, что с этими артистами делают. Боже, как они вот так они. Давайте мы вам концерт устроим, Константин, говорят. Французы готовы. Ты знаешь, красиво получается вести. А вот мне кажется, что даже сама картинка издалека, она вот идеально напоминает. Я сейчас аккуратно протни горячий. Я не буду поднимать. Скажите, вы? Вы? Да, вы. Хорошо. Значит, вам достается полная. Пожалуйста, да? Да. Вот, посмотрите. О, и это для правши, да? Красиво, да. Для левши? Да. Нет, для левши. Нет, нет, почему? Ты его переворачиваешь и играешь с той стороны. Но если есть и кушать, то можно слева. С какой стороны начинать есть? Значит, разделим на два лагеря. Знаете, кто-то, типа, куда-то он поступлась? На хлеб или под хлеб? Да, да, да. Неправильно вы, дядя Федор, бутерброд едите? Ну что, я могу пожелать только удачу. Благодарить за сегодняшнее уникальное, простое, на самом деле, блюдо. Но здесь больше, как бы, важен был душевный разговор. Вот мы, к сожалению, в 21 веке, я еще раз это подчеркну в нашей программе, мы немножко ушли от вот этих разговоров на кухне. То есть, обычно у нас же все главные вопросы решались на кухне. Нет, самое главное, решалась судьба. Тоже на кухне. Тоже на кухне. Да, да. Приходил ты к девушке, да, знакомиться, а глядишь уже потом через... Воспитание детей. Да, утро, да, уже все. Все на кухне. Все на кухне. Так что не забывайте, что кухня – это то самое место, где вы сможете стать еще мудрее и стать ближе всем тем, кто вам дорог. Константин Москович сегодня в гостях почти неуловимый, но на самом деле очень, как всегда, приятный собеседник. Я благодарю. Спасибо. Желаю вам приятного аппетита. Вот, как говорит техника Ханса, гут аппетит. Они говорят это по-немецки, не из романской группы, но что делать? Бон аппетита по-французски, если хотите. Итак, пожалуйста, два съедобных ная. Получилось, мне кажется, бы еще два, вот как Константин говорит. И свистулька мы постарались выложить согласно правилам ная. У нас получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать трубочек. Это получается у нас... Ровно половина. Да, ровно половина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. А здесь как бы вот на одну ноту больше, но Константин опытнее он может, да. Вот. Захотите из остатков сделать еще маленький ная для детей, делайте, потому что начинка может быть абсолютно любой. Это могут быть грибы, это могут быть курицы, это могут быть варенье. Варенье, это вишня, сладкие, абрикосы, персики, клубника, малина. В общем, блинчики это то самое, с чем можно есть абсолютно все. Абсолютно. Их можно даже макать в суп, если хотите. Как в том старом добром анекдоте про нового русского, да, Гориш, что-то у вас салфетки жирные. Вы перестаньте с блинами, перестаньте, пожалуйста, обтираться, и все. Ну что, мы прощаемся с вами, следите за творчеством Константина Московича. Кстати, есть страничка, есть сайт, куда можно заходить, смотреть, где сейчас. Есть, конечно, официальный сайт, есть фейсбук, кстати. Фейсбук официальный сайт. Фейсбук официальный сайт. Вообще, фейсбук, это если хочешь скрыться, не получится. Да. Здесь очень аккуратно надо. Очень аккуратно. С кем, когда и во сколько. Мы желаем, чтобы все авторские права вашей композиции, исполненных на Най, были соблюдены. Чтобы фейсбук, так сказать, выдавал ваше произведение именно с тегом Константина Московича. Ну а вам, конечно, хорошего настроения. Слушайте правильную музыку, которая и вдохновляет, и заставит вас поддержать всю радугу эмоций, наверное, которая возможна. И обращение к нашей публике, потому что здесь вы бываете редко, Константина. Вы знаете, я желаю всем здоровья, добра, и я верю, что в том будет хорошо. Мир трудной. Най. Все, пока. Спонсор показа – Ханса. Ханса, guten аппетит. Субтитры подогнал «Симон»!